На стадионе «Торпеда» отметили день зимних видов спорта. Этот праздник был учрежден в 2014 году, после того, как в нашей стране прошли зимние Олимпийские игры. Теперь по традиции в феврале любители и профессионалы объединяются вместе и выходят на лыжню или каток. Морозная погода спорту не помеха. В этом уверены все, кто вышел на лыжню. Среди участников как любители, так и профессионалы. Первым дистанцию 2 километра преодолел Артем Барков. Победитель этапа Кубка Московской области по лыжным гонкам этот забег по стадиону сравнил с разминкой перед сложным стартом. Наравнения все примерно одинаковые идут. Пойдем можно по крышке сделать. И со спусков надо хорошо проходить. Из-за плотного рабочего графика глава Люберец редко встает на лыжи. В день зимних видов спорта не упустил такую возможность. Сделал круг по стадиону. Я в последнее время любитель горок, горных лыж. Беговые тоже хорошо, но горные немножко другое. Сегодня с ребятами пробежался. Видите, хорошо. Видите, дыхание частое. Я думаю, от этого получаешь удовольствие. При этом, конечно же, как говорят, учащается пульс, но освежается дыхание. Среди тех, кто встал на лыжню, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Наталья Корстилева. Известная спортсменка уверена, сейчас зимние виды спорта становятся все популярнее. И лыжные гонки не исключение. Сейчас уже интерес к лыжному спорту вырос в разы. Потому что некоторые даже и не знали про эти этапы Кубка мира, что проводятся. Иной раз говоришь, вот ты лыжник, лыжными гонками занимаешься. А это биатлон? Или встретишь кого-то в аэропорту, говорят, а вы биатлонисты. Говоришь, нет лыжи. Завершился Люберецкий день зимних видов спорта лыжной гонкой среди любителей. И здесь на 100% сработал олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.